Не обманитесь ее наружностью. Зои тысячи лет, и спустилась она с горы Таргон. А все знают, что с появлением Посланницы начинается кавардак. Добро пожаловать в обзор Зои. Должна быть весело. Приселись, говорю. Пассивное умение. Искорки. После использования умения, следующая автоатака наносит дополнительный урон. Кью умение Зои. Лови звезду. Зои бросает звезду, которая наносит урон и активирует пассивное умение. Посланница может повторно использовать умение и перенаправить звезду. Урон пропорционален расстоянию, которое звезда преодолела. Бросьте звезду подальше и перенаправьте ее в сторону врага, чтобы нанести максимальный урон. Очень много урона. W умение Зои. Маленькая хитрюга. Ну, так умение и назовем. Серьезно? Если противник использует заклинание или активирует предметы, он роняет осколки. Подняв такой осколок, Зои может использовать чужое заклинание или эффект. Некоторые миньоны также оставляют осколки. Миньоны с осколками видны только звездной посланнице и ее союзникам. Активируя любое заклинание или W умение, Зои ненадолго увеличивает свою скорость передвижения, а также бросает звезды в ближайшего врага. И каждая звезда наносит дополнительный урон от пассивного умения. Не забывайте, что у маленькой хитрюги нет перезарядки. Вам нужны лишь осколки. Е умение, Зои. Алло? Это тихий час. Зои бросает шарик, который взрывается при столкновении с первой целью, наносит урон и нагоняет, понимаете, сонливость. Через несколько секунд сонные противники засыпают. Умения, а также автоатаки разбудят их и нанесут дополнительный урон. Однако Сони продолжат спать, если урон будет нанесен не сразу, а постепенно. Например, умением «Измученная земля». Если шарик ни в кого не попадает, он становится ловушкой. А если запускать его через стену, радиус атаки больше. Абсолютное умение Зои — прыг-скок. После его активации Зои ненадолго телепортируется вперёд, а затем возвращается в исходную точку. Но возвращение посланница может атаковать, но теряет способность к передвижению. Если Зои использовала заклинание, она всё равно вернётся назад. У абсолютного умения высокая скорость перезарядки, поэтому Зои может использовать его несколько раз с собой. В начале вам придётся немного потренироваться. Бросайте Звезду мимо миньонов, чтобы перенаправить её и застать соперника врасплох, попутно осыпая его автоатаками. Наносите ещё больше урона, бросая Звезду на максимальное расстояние. Если сначала погрузить противника в сон, вы сможете без труда его звездануть. Согласись, вышло круто! На шестом уровне самое время дополнить комбинации абсолютным умением. С его помощью вы станете подвижнее и будете наносить больше урона. Нажимайте «Р», чтобы уклоняться от направленных умений, хватать осколки или подбираться к противникам и усыплять. Прыг-скок позволит избежать урона, однако сбежать совсем у вас получится вряд ли. Одержав победу на линии, станьте верным спутником лесника и в припрыжку гуляйте вместе по карте. Если не затягивать с покупкой предметов на сокращение перезарядки, то в начале игры Зои станет опаснее, а предметы на повышение живучести и силы умений позволят ей быть куда смелее. Благодаря W-умению вы получите доступ практически ко всем эффектам, поэтому умение быстро адаптироваться вам пригодится. Увидели осколок скачка? Используйте свой скачок, чтобы схватить его, затем активируйте новый и добейте противника. Тут лежала. Ты ведь не против? Хорошо? Спасибо. Во время сражений держитесь и атакуйте на расстоянии, пока не появится возможность продвинуться и собрать ценные осколки. Зои чемпион не для новичков. Ее умения можно комбинировать сотнями способов, а на оттачивание мастерства у вас уйдет не один десяток матчей. Но если вы проявите упорство, то станете настоящей звездой. Вот что дело. Разве от магии может быть больно? Спасибо, что посмотрели наш обзор Зои. Прыгните по ссылке, чтобы узнать больше о звездной посланнице.